Что сделать, чтобы работа системы образования постоянно улучшалась? Как обеспечить профессиональный рост педагогов, внедрить обновленные федеральные государственные образовательные стандарты и в конце концов претворить в жизнь планы государственного масштаба прочно закрепиться в десятки стран с лучшим образованием в мире? Эти амбициозные цели ставят перед собой учебно-образовательный методический центр, главный организатор педассамблеи в Щелкове. Методисты уверены, очные встречи и непрерывный обмен опытом позволяют педагогам развиваться. Это целенаправленная методическая работа по выстраиванию системы образования в городском округе Щелково. Это методическая работа с педагогами всего городского округа Щелково. И главная цель – это повышение качества образования. В рамках педагогической ассамблеи подвели итоги работы за прошедший учебный год, отметив несомненные успехи, высокие результаты ЕГЭ и Всероссийской олимпиады школьников, достойное прохождение педагогами исследования на компетенции. Также за плодотворный труд наградили лучших педагогов, руководителей метод объединений. Дальше главная и самая интересная часть работы. Городские методические объединения и профессиональные сообщества разошлись по секции, где уже более предметно поговорили о методах и приемах своей профессиональной деятельности и обсудили планы. Основная задача встречи сегодня – это проговорить, какие важные направления для системы образования поставлены перед нами на уровне федерации, на уровне региона, и какие свои специфические проблемы, задачи у системы образования городского округа Щелково. Обязательно это анализ работы за прошлый год. Учителя математики и технологии, биологи, физики, учителя-логопеды и воспитатели – в каждом объединении кипит работа. Вот, например, педагоги по ИЗО делятся новыми техниками, которые с энтузиазмом восприняли их воспитанники. Такой обмен опытом очень полезен, считают воспитатели. Участвую в ассамблее не первый раз. Педагогическая ассамблея дает обмен опытом. Очень много креативных идей повышает интерес к изобразительной деятельности у педагогов и у детей впоследствии. Всего в педагогической ассамблее приняли участие более 500 педагогов городского округа. Каждый из них унес важные знания и где-то по-новому взглянул на свою профессию. А значит, их учеников ждут новые и еще более интересные уроки. Продолжение следует...